Это было лет 20 тому назад по дороге Бишкек-Ош. На перевале там был небольшой такой подъемчик зимой. Ехали на «Жигулях» семья. Дочка, мама и отец. Машина забуксовала на этом подъемчике. Отец говорит, давайте немножко толкните меня, а я выберусь и вас подожду там. Выехал, ждет, ждет, нету. Спустился вниз, а там уже волки напали на эту семью и умершли. Лет 25 назад, да? Да, да. Это не легенда, это была трагедия. Но других таких историй с волками? Нет, нет, я не видел, не слышал. Я как сам охотник с большим стажем охоты, но я не видел. А живых волков много видел. Вы говорите, волки есть везде, да? Есть, есть, повсеместно, да. То есть и вот в этих горах, да? Березы первые выдают наступающую осень. Они желтеют первыми. Здесь они растут среди арчевников, можжевельников. Но также мы видели здесь теньшанские ели. И березы также выделяются сейчас среди них своим вот этим нежно-осенним желтым цветом. Так вот, вся вот эта картинка, которую я вижу вокруг себя, очень напоминает меня Алтай. Растительность густая, хвойная. Если, конечно, не всматриваться, что это все-таки арча, а не ели. Но, как я сказал, местами есть теньшанские ели. Вот эти раскиданные домохозяйства. Сельский такой уклад. Но чем не Алтай? Алтай на расстоянии 70 километров от границы с Узбекистаном. Смотрите, волки есть везде, да? Есть, есть, повсеместно, да. То есть вот в этих горах, да? Да, волки, шоколки. Медведи есть только в Дзалабадской области, в Сарачалекском заповеднике. А почему нет здесь, вроде, горы? Наверное, может, кормовой базы маловато. Им нужны, что ягоды больше, да? Да, им нужны плодово-ягодные такие леса. А здесь такого мало. Здесь алычи мало. Не могут они добычу. Северные. А, даже в оборот север, да? А, даже в оборот север, да, в Залабадского. Север. А здесь рыси есть, вот в этих горах. Есть барсы. Очень мало их барсов. Но есть, да? Да, горные козлы, дикие кабаны, сурки, ну, сурки повсеместно. Сурки большие вот эти? Сурок мезбера, ну, он до 6 килограмм там выходит. Сурок мезбера, да? Сурки, да? Огромные такие, да? Да, ну, такие приличные, как нормальная собака, например. Есть птиц, есть улары, горные куропатки, голуби. Ну, и остальные, конечно, птички есть имеются. То, что, извините, есть ликие голуби. А из хищных птиц какие? Ястребы, коршуны, орлы, беркуты. Беркуты, да? Да, ну, и грифы-стервятники. Там 2 или 3 вида. Спасибо за ваш экскурс во флору и фауну национального парка Кыргазата и этих мест. Старый опытный охотник Искандер Байке. Парка Кыргазата. Въезд в Национальный парк Кыргазата. Регион, где мы сейчас работаем, Можеская область. Кукат, край-центр, 40 километров Аташа. Был из ущелей речка Кыргазата. Дальше она уже идет, как каракой. Но тут есть также еще 3 ущелья. Чуть позже поедем по речке Абширсай. Там знаменитый водопад Абширата. Наш пилот Руслан приготовляет свой аппарат для аэросъемки. А в небе паре за ружь. Статически ведется, вот, Кыргазата, это Национальный парк Кыргазата на 2023 год. Журнал, здесь сколько листов, здесь 100 листов опечатано там. Все прошено. Получается, что каждую машину сотрудник спрашивает, откуда гости, да? Вот так? И регистрирует. Ну, он как бы не проверяет, да? Но он, вот как говорят, так и пишет. Вот здесь, например, вот 4 туриста, Бертран, Даниэль, да, на машине. Например, они с дальнего зарубежья, с Европы. Если с Узбекистана, у них номера, по номерам машины можно определить. А, номер машины, точно понятно. Да, 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 номер машины можно там определить. Ну, правда, они могут быть на местной машине, вот как мы, да? Например, вот номер Узбекистана, 40193, Абджентра. Это сами расписываются все, ну, водитель расписывается. Да, один человек там ответственно расписывает. А получается, вот статистику, которую вы сейчас собираетесь собрать, она вот из этого журнала, да, выйдет? То есть вы просто посчитаете? Как раз я вам сегодня поручение дал. Вот здесь, например, с Кыргызстана, это СНГ, дальнего зарубежья. Сколько легковых, сколько принтера. Вот, и в конце сейчас общий итог выводят. Сводная, да? Сводная, это за июль месяц. И вот так 12 месяцев. Это за август месяц. Не 12, а за 6 месяцев, а за 5 месяцев. За 5 месяцев. За 5 месяцев. За май, июль, август. И до конца сентября, со следующего недели, уже точная цифра будет известна. Интересная ситуация в этом национальном парке. На момент его образования здесь уже были небольшие поселения, вот такие аулы, которые все так и остались. Это земля этих людей, они здесь жили много лет или десятилетий, и они ведут свою хозяйственную деятельность. И от этого никуда не деться, потому что это реалити. Но вот обдумывая, проектируя туризм здесь, конечно, хотелось бы заложить фактор устойчивости, заложить все возможное, как вовлечь этих местных жителей, которые занимаются здесь сельским хозяйством, скотоводством в туристическую деятельность. Возможно, они сейчас тоже зарабатывают на туризме через небольшие вот такие вот места отдыха, где стоят юрты с металлическими островами и клеенчатым верхом. Либо даже такие беседочки делают. Но здесь явно не хватает другого рода предложений, как то базарчики, например, где можно было бы покупать местные продукты, какие-то услуги по тому, чтобы кто-то сводил в горы, услуги гида местного, который бы показал маршруты. То есть есть много идей, как можно зарабатывать, которые нам следует проработать. Вот такие вот фантастические, не побоюсь этого слова, горы находятся на расстоянии всего 65 километров от города Ож. Город Ож находится прямо сразу после границы Узбекистана и Кыргызстана. То есть для жителей Ферганской долины. Это, конечно, самый близкий потенциальный рынок. Есть возможность на расстоянии там в среднем 100-150 километров, если брать, например, Андижанскую область, есть возможность отдыхать вот в таких горах Кыргызстана. Тут совсем другой климат, прохлада, совсем другие деревья, совсем другая флора, богатая фауна. И вот такой под боком рынок, который практически пока не освоен. Сотрудник обещал дать нам статистику за этот год. Сказал, что около тысячи узбекистанцев посетили национальный парк Кыргызата, но этого, друзья, мало. Нужно создавать здесь условия и не только здесь. Да, на межгосударственном уровне тоже многое что делается. По ID-карте уже сейчас можно проходить границу Узбекистана и Кыргызстана без загранпаспорта. Большинство людей, конечно, еще паспорта старого образца, не ID-карты. И с таким паспортом границу не пройти. Поэтому нужно брать с собой загранпаспорт. Но для тех, кто уже получает ID нового образца, переход границы даже не связан теперь ни с какими штампами, формальностями. Вот такая красота находится в 70 километрах от границ Ферганской долины Узбекистана. Много есть над чем работать, что сделать. Конечно, первая это дорога. Грунтовка идет от самого центра местного. Это не районный центр, это село Кыргызата одноименное с нацпарком. Потом идет уже километров 10-12 грунтовки. Но дорога не самая главная. Дорога, кстати, в целом сносная. Седан может проехать. И для тех, кто живет в Центральной Азии не избалован качеством дорог. В принципе, никакого стресса она дополнительно не создает. За ней, как могут, ухаживают местные структуры. Прежде всего, сам национальный парк. Скорее, отсутствие информации о том, что такое вообще есть. Отсутствие базовых предложений, инфраструктуры. Конечно, в сезон, а он здесь не такой длинный. Говорят, что он идет с мая по сентябрь, 5 месяцев. Но я думаю, что де-факто активный сезон отдыха здесь максимум 2,5-3 месяца. Конечно, тогда здесь, наверное, огромный трафик, куча машин и очень много именно местных отдыхающих с соседних районов, с города Ош. Это вряд ли может понравиться тем, кто приехал издалека или даже, например, с Ташкента. Я уже не говорю о Маты, городах России и дальнем зарубежье. Такие посетители здесь есть, но пока я не могу сказать, что я вижу достойное предложение. Да, сказали, что есть 3, 4, 5, 6 более-менее цивильных юрт с какими-то базисными условиями. Но нет того, что может привлечь ехать в такую даль, кроме самих гор. Опять-таки возвращаемся. Маленький базарчик, где можно купить местные фрукты. В этих селах по дороге сюда, Каргазата, другое село, мы видели великолепные, роскошные яблоки, которые растут везде, в садах, вдоль дороги. Старые сорта. Не эти новые, генетически модифицированные. Огромные красные яблоки сорта Красная Звезда. Я бы вот хотел купить несколько килограмм, но нет. Нет даже маленького базарчика, даже в селе не говоря уже про национальный парк. А тут же наверняка есть и мед, и ягоды. Возможно, какие-то интересные местные вариации варений, пастилы, что-то они делают. Тут очень много облепихи. Крупная облепихи, которую, например, в Ташкенте называют Исыкульской. Не обязательно ее везти издалека с Исыкуля. Тут она точно такого же калибра вдоль реки растет. Ну, может быть, конечно, в меньшем количестве. Такие хорошие дома. Видно, что местные жители нормально живут, зарабатывают. Видимо, и на сельском хозяйстве, и на скотоводстве, которое, судя по помету, процветает, несмотря на то, что это национальный парк. Ну, возможно, в национальном парке это и не запрещено. Запрещено в заповеднике. Все-таки национальный парк имеет более мягкие требования природоохранные. Но дома большие. Здесь бы, конечно, прекрасно можно было бы агротуризм, гостевые дома организовать. Это было бы очень привлекательно. Посмотрите, какой ландшафт. Ну, разве не хочется здесь пожить где-нибудь вон там на склоне горы? Хотя бы один день. Остаться на одну ночь, погулять. И причем именно вот в такое время. Я все-таки подразумеваю международных туристов, которые приехали из дальнего зарубежья. Хотя почему бы не сделать предложение для жителей того же Ташкента, очень большого рынка, который находится на расстоянии 6 часов поездом до Андижана. Можно даже ночным таким образом выиграть время. И всего лишь 70 километров от границы. А Андижан находится недалеко от границы Дустлик. Вот здесь, судя по вот этому острову качелей, проводятся какие-то игры или фестивали. На Навруз, хотя вряд ли. Думаю, что на Навруз здесь еще никого нет. Здесь зима. Может быть, это летом активизируется. Но не хватает этники. Она нигде не проявлена. Нужен визит-центр, где ей будут какие-то материалы, буклеты о том, какое есть предложение в нацпарке о природе и о местных жителях. Описание. Сколько здесь домохозяйств, чем занимаются, какой там этнический состав, какие-то традиции. Искандер Байке рассказывает про то, как по деревьям определять высоту. Здесь такой нюанс. Если высота выше 3200 метров, идет арча, и это арчовник растет, он как... Уплощается, да? Да, уплощается. А выше здесь начинается там 3500-4000 метров, там идет только растет альпийская трава. Вот сейчас она уже немножко погусла. Так вот здесь мы пока видим арчи, которые все-таки тянутся. Вот среди вот этих арчовников или вы имеете вот те... Да, уже скалистые. Да, да. Там видите вот желтые. Ага. Альпийские трава. Сказал, что это местные, кто жил здесь до того, как это нацпарком стало. Что вот эти местные... Я их, например, не видел. Почти каждый год я здесь приезжаю, я их не видел. А в данный момент, вот то, что вы сейчас видите строение, это же новые поселения. Да, вот этому поселению значит лет 10, да? Да. Дорога, получается, вот по тому притоку у реки Абшарата стоит на пастбище, на Джайлор. Там нет рекреации. Но, возможно, это очень интересное место именно для походов, да? Для хайкингов. Дальше вверх по ущельму мы увидели уже вот такие места. Что-то даже такое уже почти современное. Такие красивые еловые рощицы. Сейчас, конечно, уже не сезон. Все давно упустело, закрыто. Но сезон явно здесь есть и магазинчики с минимальным предложением. Вот как местный байке мне сказал, вот здесь зона отдыха. Тут же очень красивый еловый лес, такой густой. Да, конечно, это потрясно. Березы и теньшанские ели. Среди них маленькие домики. Понятно, что все на таком самом базовом, простом уровне сделано. Я думаю, мои кыргызстанские друзья, которые занимаются франшизой глэмпингов. Увидят это место, возможно, у них возникнет какая-то идея и по Ожской области, а не только по северному Кыргызстану. Неимоверная красота. Но климат суровый. Уже сейчас 16 сентября. Здесь достаточно прохладно, накрапывает дождик. Хотя в Аше еще лето. В соседнем Узбекистане, в Фердянской долине, в Ташкенте еще достаточно жарко и можно ходить в майке даже поздним вечером. А здесь меня сейчас щипает холодок. Ручьи пронизывают территорию этого места отдыха. Представляю, как здесь прохладно самую челю, самое жаркое время лета. Вот с таких мест я веду эту трансляцию. Это мне напоминает реку Катунь в Алтае, где два года назад я был примерно в такое же время. И растительность, самое главное здесь в основном хвоя и березы. Практически нет плодово-ягодных деревьев, что очень делает похожим на Алтай. Эту местность, которая находится на юге Кыргызстана, так далеко от Алтая. Климатическая станция. Насколько я знаю, это метеорологическое оборудование. Голубые ели. Интересно, это декоративный вид или же это то, что тоже произрастает в этой местности. В общем, правление, метеостанция и туристская инфраструктура все в одном флаконе. И тут же голубые ели и пили. Ну да, судя по стеклу, здесь это популярно. А где же еще заниматься этим в летний зной, как не на территории нацпарка Харгазата? А какая красота и романтика сейчас здесь, но все уже наглухо задраено, заколочено. Все съехали ни одной души. А ведь туризм здесь мог бы быть пролонгирован. И могли приезжать уже более платежспособные туристы из более далека, чем поседние районы. И Ошская область. Таким образом, можно было бы зарабатывать намного больше в течение года. Люди, посмотрите, так это же прям бор. Еловый бор. Там темно внутри. Это камера высвечивает. Там намного темнее. Практически ничего не видно. Сплошной покров из тяньшаньских елей. Это тоже территория одной из местных мест отдыха. Как и предполагалось, этот бор является частью вот этого места отдыха. Халыкота. Вот тут на картинке изображен традиционный сервиз для Кабыса. Вот я бы спросил, а есть ли ребята у вас такое для туристов? Конечно же нет. Где-то просто нашли картинку из какой-нибудь туристической брошюры. А вот что нужно на фоне вот таких гор устраивать. Для туристов, которые имеют деньги и хотят за них получить настоящий экспириенс. Интересная особенность. Замечено, помимо площадки для пляжного волейбола, пляжный волейбол на камнях, в каждом месте отдыха имеются качели. Вот эти полуманные, видать, не дожили до конца сезона. Именно вот в этой рекреационной зоне есть спрос на катание на качелях. Я больше нигде в Центральной Азии не видел качели как часть инфраструктуры вот такого вот, как это называется, в Узбекистане. Топчан туризма, юртового туризма, туризма на природе, связанного с коротким пребыванием на лоне природы, приготовлением еды, отдыхом и уездом. Все качели приблизительно одной формы и конструкции, включая корзину. Все говорит о том, что есть какой-то стабильный спрос на эту услугу, и люди просто смотрят у соседа и варят для себя. Возможно, какой-то местный сварщик районного значения уже набил руку и изготавливает детали, а потом привозят и собирают их здесь. Встречаются качели и парные. Это услуга из разряда романтических. Но все качели должны быть обязательно с видом. Качаешься вот так то над тобой, то под тобой. Величие гор. Конечно, местные предприниматели пытаются как-то разнообразить туристское предложение. Здесь даже вот такое оригинальное для этих мест строение. Тут вот и мороженое. А мороженое можно. Видимо, кафе. Несколько кабинок. Вот те с видом на горы и на реку. Пожалуйста. Энергосберегающий фонарь. Прямо вот на таком вот фоне. И вот мы поднимаемся выше и уже вон там вот совсем высокогорье. Уже видны ледники, морены. И поднимаются из того от этого прямо к ним. Видимо, это и конец дороги. То, что мы видим. И вот выше есть такая выположенная территория. Некая долина, где уже совсем рядом высокогорье. И вот здесь чувствуется есть предпосылка для создания более премиального отдыха. Вот здесь бы смотрелся глэмпинг. Потому что, во-первых, это почти конец дороги. Почти тупик. Хотя, возможно, она уходит дальше. Но я вижу только еще одну зону отдыха. А за ней уже все. Скалистая местность. Заканчивается растительность. Интересное место, конечно, да. Очень красивое. Потрясающий вид. При этом инфраструктура такая же, как и ниже. Фактически сараи. Топчаны. Ну, наверное, летом еще ставятся юрты. И все. Думаем, чем выше. Тут уже более-менее я вижу юрты. А, и дорога проблемная. Вот это плато. Здравствуйте. О, вот она природа. Да, начинается. Это самый верх, во всяком случае, нашей сегодняшней экспедиции. Дорога уходит дальше и манит. Но наш аккуратный пожилой водитель не очень захотел ехать дальше. Боясь соскользнуть местами ручьи, промоины. Но, во всяком случае, вот эта дорога – это очень важная составная часть турпродукта «Каргазата». Потому что это прекрасный маршрут. Пеший или конный. Мы сейчас разговаривали с группой российских посетителей «Каргазата». Они не туристы, которые специально приехали сюда. Они по работе живут в Аше. Мы поспрашивали их, чего бы они хотели увидеть здесь, чтобы приезжать чаще на туры выходного дня. Сейчас они приехали вообще на один день. И вот одно из пожеланий было – мы хотим конный тур, который мы можем заранее заказать, посмотреть условия. Тогда бы мы провели здесь целый день. А так они приехали, немножко прогулялись вот по этой дороге. Организовали маленький пикничок со снеками и уже собираются уезжать. Конечно, потрясающие места. Это уже такое высокогорье. Но благодаря тому, что это ущелье, оно все заросшее растительностью. Вот такие тут поляночки живописные. Я фактически оставил своих коллег в машине, где водитель остановился и отказался ехать дальше. И бегом пробежал, чтобы увидеть вот именно вот этот участок уже совсем дикой природы. Какая тут эстетика. А это ведь всего лишь, может быть, в получасе ходьбы от последнего юртового лагеря, который мы видели в этом ущелье. Сейчас какое-то время я пройду пешком и расскажу еще, о чем мы узнали у туристов. Что бы им здесь не хватало. В целом они сказали, что в принципе вполне готовы платить за день отдыха здесь 2-3 тысячи сом. А если люди приезжают с целью туризма, например, из городов России, то и 5 тысяч это вполне нормальный бюджет. Но нужно выдержать определенные требования, условия. Все начинается с транспорта. Эти ребята приехали на микроавтобусе. Сборная группа, организовывает Ожский туроператор, нашли через Инстаграм. Но они бы хотели видеть более солидно упакованные предложения, веб-сайт. Но кроме самого транспорта, никакого предложения им больше турфирма не сделала. То есть их просто привезли и оставили, наслаждайтесь сами. Отметили естественно фактор проживания. То есть они бы хотели остановиться. Им не нужен шикарный отель, но они бы хотели остановиться, возможно, даже в юрте или в собранном из панелей домики, коттеджи, легкой конструкции. Но, естественно, с базовыми удобствами туалет и душ. Прийти с хайкинга, трекинга или конного тура и принять душ. Вполне так себе здоровая потребность. Дальше. Хотели бы, конечно, разместиться в месте, где им предложат хороший завтрак. Но в то же время, чтобы было какое-то кафе в этом месте или рядом. Чтобы на второй раз пойти уже и попробовать другую кухню. И чтобы это кафе было действительно местной кыргызской кухней или центрально-азиатской. Но чтобы оно было, мы не обнаружили здесь признаков кафе. Возможно, летом там, где вот много мест отдыха для местных жителей и открываются какие-то подобии кафешек. Либо такие легкие чайханы. Но для более платежеспособных туристов они, естественно, не подходят. И вот еще такое пожелание. Оно очень реалистичное. Для него не нужно никаких особых инвестиций. Скорее нужны просто компетенции. Это предложение по экскурсиям. Гид. Конные туры. Информация о том, куда можно пойти. И какого рода здесь есть маршруты. О природе, о флоре, фауне. То есть стандартный набор того, что нужно туристу. Для того, чтобы он сам получил удовольствие за потраченные деньги и время. И самое главное, что рекомендовал это место другим. Еще один вспомогательный, но очень важный пункт. Это то, что, конечно, уже опытным туристам нужна эстетика. Поэтому платежеспособная публика не захочет отдыхать там, где сидят. Ты видишь забор соседнего заведения. Кривой покосившиеся всякие торчащие железки. Остовы каких-то конструкций и так далее. Вот где эстетика. Это совсем недалеко. И тут уже совершенно дикая природа. Но также в конце вот этой, уже так сказать, рекреационной зоны долины Кыргазата. Есть прекрасные места, где можно было поставить юрты, легкие конструкции. И вид бы открывался только на природу. А не на покосившийся забор соседнего места для топчан туризма. Мы отправляемся в обратный путь. С тряской нас чувствуем и с расстановкой. Интересное место уже может претендовать на премиальное. Вот тут бы мог быть глэмпинг. Все выдержано с точки зрения эстетики. Видно только природу. И есть дорога. Все, закончился участок уже совсем горной дороги. И начинается более-менее проезженная и протоптанная дорога рекреационной зоны. Ну вот, это и есть конец дороги. И место парковки экскурсионных автобусов, где люди отдыхают. Маленький столик. Такая беседочка, где можно пикник устроить. И больше ничего. Таки нашли лошадь, да? Побольше бы таких лошадей, стоящих здесь в ряд и ожидающих экскурсионных туристов. Вот такой тип забора, межа, очень эстетично вписывается в окружающий ландшафт. Можно было бы делать заборы каменные, невысокие. Когда бы эстетические чувства отдыхающих были бы удовлетворены. Что сказали местные туристы? Кажется, это были девушки молодые, которые к нашему пилоту сами подошли. Начали задавать им вопрос. Хотя вопросы задаем здесь мы. Не, ну я задал вопрос, спросил, что бы вы хотели, чтобы было для вас еще лучше, чем сейчас. Они сказали дорогу, чтобы любая машина могла была проехать сюда. И плюс канат, зимлайн вот этот вот. Да, да, то есть какая-то такая экстремальная развлекуха, да? И что, не побоялись бы девчонки, да нет? Ну, они даже шикарно. Они сказали, было бы очень круто, тем более смотреть сверху вниз и все такое. Спасибо, Руслан. Вот так отдыхают романтики из местных. Офис нацпарка в нацпарке. Дирекция находится где-то за пределами. Нам нужно отснять территорию дирекции, а тут на душе. Зельники уходят вдаль. Зельники уходят как все наших маленькандр better than the cat folks. И сегодня уходят между grade Undes. Представляете все права, например и все. муравейники прямо в ряд трех их местах защищенных сеткой тут видимо это деревья сажали то лишь защитить их сеткой от скотины плюс это все-таки закрытая территория офиса нацпарка муравьи откуда не знают что нужно именно вот тут делать муравейник потому что его здесь не разроет не разорит однозначно в кругозата вижу потенциал для развития тут гастротуризма взять хотя бы козацинскую картошку нам наш родитель сказал что это очень вкусная картошка она как бы славится ценится как в узбекистане геландская но я думаю что вкус картофеля определяет высота его произрастания так вот своего рода сделать гастрономический бренд это еще и кстати когда-нибудь станет географическим указанием козацинская картошка и предложение до заехать по дороге туристам визитером нацпарка гостевой дом в селе и пообедать блюдом из картошки на самом деле это может быть обычное блюдо жареная картошка картошка с мясом каурдак чтобы то ни было но туристу же нужна история потом вот посмотреть как на полях и убирают или как сажают или как она растет это и есть природа гастротуризма и агротуризма не просто что-то поесть а узнать историю посмотреть увидеть и само по себе все это было бы очень хорошим дополнением главному предложению этих мест это вот этим прекрасным горам оно должно стать таким дополнением виду того что мы нигде не можем найти базарчик где можно купить яблоки приходится поступать вот да и я сейчас пойду на это хочу делать а куда деваться здесь нам же надо все тут попробовать пробовать не корни кадры предложения нет и что попробовать